Коммунальный футбол В городе Есть Некоторые моменты Некоторые люди, которые против этого всего Выступают Я не буду ни фамилии называть Нет смысла об этом говорить Главное То, что мы сделали Сделали в этом году Вы, наверное, на себе Все почувствовали то, что Ваши дети уже не сдают Ни на проезд На соревнования Ни на форму Ни на мячи Это было Обязательное Желание и программа нашего футбольного клуба Дальше Дети получили возможность Не только играть в первенство области А и в первенство Украины То есть до недавнего момента Ограничивались только играми на первенство области Сейчас юноши 19 лет 17 и 15 Вы все знаете Представляют Город на всеукраинских Играх Но цель у нас В том, чтобы ваши дети Лучшие дети Попадали в профессиональную команду У них должна быть цель Расти И защищать город И честь Не только клуба И города На всеукраинских Играх Команда в этом году Профессиональная команда Исправила ситуацию И результат В середине таблицы Это уже Будем так говорить Это только начало При еще более Усиленной работе Тренеров И детей Те, которые у нас Будут приходить И будут прогрессировать Результат Изменится в лучшую сторону На сегодняшний момент Практически Пол команды Профессиональной Это уже Местные воспитанники То, что там В интернете Выкидывается Я считаю Что это Ведется Чисто политическая Борьба Для того, чтобы Чуть-чуть Изменить ситуацию Ну, не в нашу сторону Вы сами знаете Что Славные традиции Никополя Там, где Были Георгий Тихонович Легенда Которая Может вам рассказать Сколько здесь Воспитанников Да и вы все знаете Больше десяти лет У вас не было Профессионального футбола Спасибо Городскому голове Андрею Петровичу Который Я в четырнадцатом году Спасаясь от войны Вывез сюда Макеевку Но Так получилось Что остался На сегодняшний день Не хочется потерять То, что мы сделали И то, что уже В принципе работает Я Могу так сказать Есть бюджет клуба Девятнадцатого года Есть Проект бюджета Двадцатого Я вам Всю это Это открытая информация Можете посмотреть И сравнить цифры Значит На детский футбол У нас От этой суммы Ровно половина Уходит на детей Поэтому Здесь спекуляции По поводу того Что Вся сумма Тратится Как там Где-то Кто-то говорил Двадцать Проезжих Футболистов Это все Эксплуатация Будем так говорить Неправильного Мнения От вас Что требуется Это Активное участие То что вы пришли Я еще раз сказал Спасибо вам Спасибо за то Что поддерживаете Спасибо за то Что водите детей Именно к нам Если есть У вас Какие-то Вопросы Замечания Вы всегда можете В индивидуальном Плане Подходить Спрашивать Будем исправлять Или Улучшать Здесь Только другого Ничего не может быть Вы Прекрасно знаете Что за год Который мы здесь Были Коммунальное предприятие Зашло Как нам Приходилось Наводить здесь Порядку То есть Проделана Очень большая работа Тех денег Которые выделяются На содержание Всей структуры Футбольного клуба Чтобы еще изменить Инфраструктуру Но мы по маленькому Хотя бы наводим Порядки Вы прекрасно видите Что дети уже чуть В другом формате Занимаются В вечернее время Есть и свет Опять же Все благодаря тому Что есть Понимание У городского головы И у депутатского корпуса Поэтому Я Ну попрошу Тут Потом еще мы с вами Пообщаемся В индивидуальном порядке Я хочу чтобы Гриорий Тихонович Главный тренер Нашей команды Сказал пару слов О том Что он Думает И мыслит Я проработал 19 лет Детским тренером Это была Кознаменитая команда Колос Минский район До нас существовала Сильнейшая команда была пятая В Советском Союзе Это была мощнейшая Организация И чтоб стать И юноши только заработали Через 5-6 лет Как мы раньше Ковянки Кудринская Кудринская Кудрожева Литвиненко Появлялись Топчиевы Так что Школа заработала Время Так что Надо терпеть Считать Естественно Все что-то Что строится Поля Искусственные Я думаю Со временем Будет А без футбольной Команды Это ничего не будет Дети растут И все Их нет А футбольная команда Дети растут И видят Этого раньше не было А сейчас Это уже есть И стремление Кто это говорит Это просто обман Есть такая команда Барселона Милан Даже не знают Что такое город А знаете что такое Барселона Милан Шахтер Донецк вы не знали Шахтер весь мир знает Это шахтер Футбол Это При всем уважении Всем видам спорта Но футбол был Номер один И останется Я люблю баскетбол И борьбу И все Люблю Но футбол Так сложилась Жизнь Футбол номер один был Андрей Петрович Ну это вот Я могу так сказать Благодаря этому человеку Только У нас происходят И изменения в футболе Которые есть в городе Поэтому Можно относиться по-разному Но Я знаю о чем говорю При этом мэриям Ну Мы имеем Я поправлю немного Алексей Добрый день Меня слышно? Да Спасибо Спасибо что пришли Хочу признаться честно Я не фанат футбола Я фанат спорта Понимаете? Понимаете? Я прошу прощения Поэтому Хочу поправить Алексея Создал команду Никопольская мискарада То есть Создание команды Это именно заслуга В том числе и депутатов Городского совета По поводу Финансирование Да Да Действительно В этом году мы заложили На финансирование Больше суммы Чем в 2019 году К сожалению Бюджет города Следующего года И с теми изменениями Которые происходят В стране Есть небольшие проблемы Поэтому Понятно что Депутатский корпус В данном случае Или депутатские комиссии Рассматривает Все полностью плановые Плановые поступления Соответственно Плановые затраты Которые будут Следующего года И понятно что Есть определенное Беспокойство Поэтому с этим связано В том числе И то что Небольшую сумму Пытаются Пока Это рассматривается Да Пытаются снять Непосредственно С футбольного клуба Я уверен Я прошу прощения Еще раз говорю Рассматривает Постоянные депутатские комиссии Кто снимает деньги Я прошу прощения Никто еще пока не снимал Давайте спокойно Поэтому я думаю Что принимать решение Будет депутатский корпус В декабре Месяце будет Сессия городского совета Мы будем Рассматривать бюджет И соответственно Там будут принимать решение Ухудшить В данном случае Ухудшать Ухудшать финансовое состояние Футбольного клуба Я уверен Ни у кого не получится То есть я уверен Что депутаты Проголосуют За то что Подано Было непосредственно Футбольным клубом Никополь И соответственно Гуманитарным управлением Определенные вопросы Есть Но эти вопросы Это связаны Непосредственно Уже с тем Что мы формируем Сегодня бюджет На 2020 год Поэтому Я уверен Что все будет нормально Пожалуйста Если надо Я отвечу на вопросы Пожалуйста Скажите пожалуйста Правда что По регламенту Должно быть У клуба Который выступает Во второй лиге Две юношеские команды Я прошу прощения Я вам Хочу сказать Что я Никобасин Рассказывала Не мне Задайте вопросы Потому что Я ж не могу Владеть всеми вопросами Не вам Давайте я вам Отвечу У клуба По регламенту Должно быть Не две юношеские команды Должна быть Детская школа А сколько возрастов Детская школа А сколько возрастов Это уже От количества То есть От количества Населения в городе От количества Занимающихся Детей Факторы У каждого клуба Может быть поэтому Ликвидировали секции Футбола Во-первых не ликвидировали Я прошу прощения Когда мы создавали Футбольный клуб Никополь Непосредственно Громады То есть территориальные громады Мы Забрали Постарались забрать Всех тренеров Которые есть в городе Для того чтобы Действительно объединить В единое целое И создать нормальную Футбольную школу На базе Трубника Я понимаю Что у нас нет инфраструктуры К сожалению Нет инфраструктуры Я понимаю Что мы Сегодня не можем Достаточно денег Вкладывать в то Чтобы развивать инфраструктуру Но постепенно Да постепенно Не все сразу Ну все Многие из вас Помнят какой Я прошу прощения Многие из вас Помнят какой Был стадион Трубник Я здесь занимался И многие из вас Занимались Я уверен Что мы все равно Постепенно Но мы его Приведем в порядок Пожалуйста Вы вопрос хотели? Мешает Мешает В данном случае Не мешает А недостаточно денег Вы же это понимаете Смотрите Я приведу пример Можно вопрос Вам задать Вот вы получаете Заработную плату Соответственно У вас есть доход Вы его распределяете На определенные нужды У себя В семье Да? Вот вы хотели бы что-то сделать Но вы понимаете Что этого не можете сделать Потому что денег Недостаточно И вы собираете Да? Вот та же самая ситуация У города Город это бюджет И мы его распределяем На определенные статьи Соответственно Сегодня их недостаточно Хотя На самом деле Город сегодня Первый в области По выделению денег Для спорта Пожалуйста Разница между массовым спортом Спортом высших достижений И Профессиональным спортом В том что Профессиональный спорт Это коммерческая история У меня такой вопрос Сколько денег Заработал именно Профессиональный клуб в этом году? Знаете Я вам покажу по другому Для того чтобы создать что-то Нужно с чего-то начать Вы знаете Может это плохое сравнение будет Но я вам сейчас его приведу Здесь видели Три собаки гуляют Видели? Да Видели они все чипованные Да? Вот когда мы начинали Четыре года назад Пять лет назад Денег в городе тоже было недостаточно Мы постепенно Мы постепенно их чипировали И вот в сегодняшней ситуации Практически все собаки чипированы То есть постепенно Вот постепенно Любое действие Это постепенно нужно делать И постепенно к этому придет По поводу коммерческого У нас не коммерческое У нас в первую очередь Мы развиваем нашу молодежь Если мы вытащили с улицы Пять-десять человек Это уже здорово Да не смотря на то что мы Затратили определенную сумму Дай бог Вполне возможно Наш футбольный клуб Наш футбольный клуб Профессиональный Да? Будет играть Более высокие Достигать более высоких Высот Будет там играть в первой лиге Я хотел бы чтобы он играл в первой лиге Недостаток Я прошу прощения Давайте вы не будете меня перебивать А если будет инфраструктура Вполне возможно Мы будем добиваться других результатов Когда мы сможем добиться результата Мы привлечем спонсоров Которые будут помогать Пока это невозможно сделать Пожалуйста Я прошу прощения Год назад Год назад Я сказал Мы прекращаем сбор денег с родителей То есть вы не сдаете Ни на проезд Ни на судейство Нет Если у вас нет возможности Вообще Никому ничего не платите Мы для этого и создали это коммунальное предприятие Если вы в индивидуальном порядке Вы хотите поощрить как-то тренера шоколадкой Или это Это ваше Чисто ваше Но Я еще раз говорю Мы денег не берем обонплату Поэтому Почему И возникла некоторая конфликтная ситуация Потому что в других Дю США Это официальная часть У нас ее нету Поэтому дорогие родители Если вы не платите Вас никто в этом не упрекнет Я вам еще раз говорю Мы со сбором денег покончили Если вы хотите в индивидуальном порядке отблагодарить Это ваши проблемы Я не запрещаю Но сбора обонплаты нет вообще Пожалуйста еще вопрос Давайте задам вопрос Смотрите Город Николай это большое предприятие У них много всего Ну неужели город не может повлиять на те предприятия Которые были при Советском Союзе Которые влаживали пусть маленькую часть денег Маленькую часть денег Советский Союз закончен А его уже нет Поэтому предприятия которые Я понял вопрос Предприятия которые есть Они могут быть только Сотрудничество Или какие-то паритетные начала Но заставить мы их что-то делать Или помогать Мы не можем В данном случае Я не могу сказать Что предприятия Градообразующие предприятия города Ничего не помогают городу Помогают В силу своих возможностей Или в силу того что Они могут Они помогают И кроме этого Я думаю что Футбольная команда об этом знает В прошлом году И в этом году Есть спонсоры Которые в том числе Помогают большому футболу Их недостаточно Но они есть Пожалуйста Ну они помогают в другом Ну депутаты городского совета проголосуют Я думаю что все будет нормально Все будет нормально Если оно уменьшится То команды не будут Послушайте еще раз Третий раз говорю Все будет нормально Не переживайте Я подписываться не буду Я первый Кто извините Хочет То чтобы команду Профинансировали в полном объеме И чтобы вы понимали Подает управление Управление гуманитарное Подает заявку Соответственно Это В данном случае Исполнительный комитет То есть Кем В данном случае Я Руковожу Пожалуйста Какие задачи ставятся Перед футболом На следующий год Еще раз Какие задачи Перед футболом На следующий год Задача которая была поставлена В начале сезона Это войти в пятерку Пожалуйста Ну это наверное пожалуйста К Алексею Алексей Я же сказал Все дети Те возраста Они же уже осеннюю часть Отыграли У нас три возраста Играет первенство Украину Они весеннюю часть Заканчивают И четыре возраста Играет первенство области Тоже заканчивают Весеннюю часть Эти соревнования Плюс Зимой В конце января Будет юноши Ю-19 У нас Проходить турнир Ну Примерно шесть команд Мы планируем Ну Игры будут в Чкалово Это то что Старшие юноши Будут играть Все остальное В зимние каникулы Мы тоже планируем Здесь В спортзале Провести Может быть опять же Какой-то турнир будет Сейчас устроится площадка То есть В любом случае Для детей Будет много игр И много Интересного Пожалуйста Еще вопрос Можно Знать Самого Николая Для города Никополя Выйти для команды В первую лигу На данный момент Хотя бы Не два Три Я очень этого желаю Но Если у нас Будет инфраструктура Тогда Можно говорить О задаче И выходе В первую лигу К сожалению Стадион Который Который Мы сегодня Играем Электрометаллог Он не подготовлен К первой лиге Так я понимаю Он не проходит Поэтому Пока мы не сделаем С вами инфраструктуру Мы играть В первой лиге Не будем Пожалуйста Еще вопросы Можно Я скажу Можно Очень бы хотелось Очень бы хотелось Я прошу прощения Я отвечу Чем родители могут помочь Смотрите У каждого из вас Есть дети Которые здесь занимаются У меня огромная просьба Приходите На игры Нашей футбольной команды А я уверен Давайте Сделаем Леша Сделайте абонементы Для родителей Для родителей Сделайте абонементы Бесплатно Вместе с детьми Для чего это Для того Чтобы как раз Видели Что действительно У нас приходят на футбол Я помню Когда матчи Когда тысячи Полторы тысячи Приходили Это было три года назад Два года назад А сегодня К сожалению Людей ходит меньше Знаете Даже если Они проигрывают Они все равно Нас представляют Наш город И мы им должны Помогать Вот это огромная Просьба от родителей Чтобы действительно Приходили вместе с детьми Пожалуйста Можно я скажу Реклама действительно Проблема Мы над этим поработаем Пожалуйста Вот я хотела бы сказать Что Вот этот стадион Я бабушка Но я пришла Заинтересована У меня два внука У меня сын занимался футболом Два внука Тут занимаются футболом Ну один уехал Второй занимается Так И я очень бы хотела Это память и Куценко Куценко всегда был За футбол За ручной мяч За все Понимаете Это просто даже память и Куценко И чтоб Ну как бы пообещали детям Им дали надежду 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 Чем наш Никополь Хуже Запорожье Днепропетровска Чего не сделать здесь академию Говорят что Едут люди в Польшу Дети будут уезжать Потому что Нет перспективы А когда здесь будет Создаваться для детей Правильно Дети будут Заниматься с удовольствием Ходить И мы всегда ходим На тренировки Когда футбол Я честно скажу Тут может есть Дети Которые с моим внуком Старшим занимались Меньше сейчас занимаются То значит что Я всегда ходила Брала дудку Команда вся Вот Сергей Валентинович Он стоит слушать Команда вся Говорили Бабушка Люда пришла Наша дудка поддержка Я дудела Я болела Я понимаете Я только за это Давайте Единоборство это так Я понимаю Я Отличный Я понимаю Но здесь в футболе Я хочу сказать Я все Спорт каждый по-своему Но здесь чувство локтя Тут нету Я поборол Я завалил А тут есть чувство локтя И когда мой внук ходил Я всегда говорила Были такие мальчики Ну еще маленькие они Говорили Я лучший Я там это Я говорила Без команды ты никто Вот чувство локтя Команда Коллектив Вот это все организуется Так что ребята Я очень прошу всех Пожалуйста Вникать в это все Помогать чем можем И все Ну как бы Помогите нам Чтобы у нас была здесь Академия Академия Никополь ничем не хуже Давайте Придет время Со временем Со временем Я говорю сейчас Пожалуйста Спасибо Спасибо Еще раз Автобус Смотрите Мы рассматриваем Вариант По поводу Стадию Непосредственно По поводу Автобуса Но автобуса Для всего Спорта Никополя Не для одной Футбольной Команды Но Это опять же Деньги Затраты Да 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 А так бывает Пока так Надеюсь Что будет Соответственно Будет и Автобус Пожалуйста Послушайте Я не знаю Ну Вы меня задаете Такие вопросы Я извините Знаете Уже Не говорю Когда Потому что Я не понимаю Что будет происходить Обла администрация Обещала В прошлые годы Совершенно Достаточно Большое количество Объектов В том числе И вот этот объект Мы с вами Не можем Гарантированно Говорить о том Что завтра это будет И вообще планируется Со стадионами Что-то делать С полями Стадионами Мы плохо слышим Да Те кто к нам приезжают Жалуются что у нас огороды Проект подготовлен Днепропетровской Областной администрации В этом году Обещали Вот просто Обещали нам Деньги на то что Они выделят Порядка 20 миллионов Начнут реконструкцию В связи с теми событиями Которые произошли Ни один объект В Никополе Как и в Днепропетровской Области Не был Профинансирован Ну Практически На 50 процентов Даже не было Профинансировано Поэтому Говорить о том Что в следующем году Его будут делать Я уже сказал о том Что есть три объекта А которые сегодня Уже Стоят задачи На двадцатый год Мы пока Ведем переговоры Непосредственно По четвертому объекту Это именно По стадиону Стадиону Но я не могу Обещать вам Да Пожалуйста Искусственное Как раз В данном случае В проекте Здесь предусматривалось Искусственное поле Но я думаю Что мы В любом случае Будем менять Здесь сделаем Газон А вот на том поле Или же на Матобольном Матобольном Сделаем уже Непосредственно Искусственное поле Ну Опять Это в планах Я не могу Вам обещать Будем делать Все Чтобы это было Пожалуйста Как планируете Привлекать людей Ну Уже Сказали Ну Я так понял Что рекламы Нету Однозначно Будем рекламу Значит Более активную рекламу Делать Пожалуйста Я уже понимаю Что все Подмерзли Поэтому Закончим нашу встречу Вашу позицию На самом деле Все это Есть Благодаря вам Как налогоплательщикам То есть мы Управляем вашими Деньгами А вы В первую очередь Как раз От ваших поступлений В бюджет Все зависит В данном случае Пожалуйста Спасибо вам